Стартовала избирательная кампания по выборам депутатов Староскольского совета 4-го созыва. Голосование пройдет в течение трех дней, с 9 по 11 сентября. В округе будут работать 139 участковых избирательных комиссий. Об особенностях агитационной кампании местный избирком рассказал на семинаре для журналистов и сотрудников типографии. В период выборов и подготовки к ним у средств массовой информации особая задача. Доведение до населения объективной информации об избирательной кампании, знакомство с кандидатами, политическими партиями и их программами. 14 июля мы узнаем количество выдвинувшихся кандидатов, 27-го количества зарегистрированных. То есть последний день, когда кандидат может предоставить документы на регистрацию. На семинаре обсудили вопросы аккредитации, правила размещения и изготовления предвыборных материалов в СМИ для кандидатов. Агитационный период начнётся за 28 дней до выборов, 13 августа. Закончится за сутки до первого дня голосования. Подробно поговорили о нововведениях в избирательном законодательстве. У нас появились новые понятия иностранных агентов, лиц, аффилированных с иностранными агентами, организации экстремистской направленности и всё такое остальное. Если вдруг случится у нас такая ситуация, что кто-то из наших кандидатов будет, скажем так, в реестре иностранных агентов, а мы это будем проверять через Минюст, то эта информация обязана быть на всех агитационных материалах. Если это видеоролик, это бегущая строка, если это печатное издание, то не менее 15% от площади должно быть уделено этой информации. Также избирком напомнил, что агитация против кандидатов запрещена, а все выпущенные материалы СМИ должны хранить три года. По телефону уточняйте, мы всегда готовы принять от вас любой пакет документов.